здравствуйте эта передача где сверхъестественное является естественным мои гости пробужденцы из австралии дар австралийской пары это дар прорыва благодаря которому обстановка меняется эти милые люди пророчествовали о том что прорыв состоится сегодня в этой студии зритель готовы ли вы увидеть победу готовы ли вы к большей славе существует ли сверхъестественное измерение мир за пределами того что мы знаем можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес правда ли что бог готов принести на землю волну исцелений сид рот провел более 40 лет исследуя странный мир сверхъестественного присоединяйтесь к сиду а в этом выпуске программы это сверхъестественное сегодня в студию зашли гости из австралии я никогда там не был хотя столицу сидней назвали в честь меня верно так и было верно если правильно понимаю у вас не было масштабных движений духа и крупных пробуждений я прочитал что за всю историю далеко от нашего континента было всего пять малых духовных пробуждений так оно и было да вы начали служение имея 50 прихожан и откровения от великого бога а потом 20 тысяч человек из австралии да и из других далеких от материка государств присоединились к этому движению господа бога а теперь давайте ка перенесемся к одному из ключевых событий данного служения вот бы у меня так все началось когда это случилось вы крепко спали кстати и видели ли вы ангелов до этого нет я никогда их не видел а вы думали об этом мне сказали увидишь ангела спроси его имя я подумал как удобно сделаю памятку с его именем и бог пришлет его когда мне будет плохо надо запомнить а вы живете будничной жизнью спите а что было потом скажите я проснулся неожиданно я встал в полночь проснулся под воздействием какой-то странной необычной на электризованной атмосферой на меня словно нахлынули волны тока и проснувшись я закричал а заметьте сид это не был тихий крик я орал во все горло а почему вы кричали почему понимаете атмосфера встречи с духовным миром концентрация силы была настолько напряженной что я трясся и кричал изо всех сил пока я кричал моя несравненная супруга толкала меня пихала меня и била меня зачем же бить такого хорошего парня но джоди пыталась сказать мне об ангеле видели да я видела его и дальше четырехметровый ангел занимал много места он стоял у нашей кровати на ней на ней на ней верно там стоял ангел именно так как увидев такое не кричать о да в спальне сиял яркий ослепительный свет могучий небесный посланник был облачен в красивое белое одеяние с золотым поясом мы кричали потому что я сразу поняла это знаковая встреча торжественная атмосфера обстановка говорили о серьезности этого события мы не все сразу поняли первое откровение оно было об изменениях жизни джоди и бен после этого с вами произошло события ставшие отличительным знаком текущего божьего проекта на нашей планете телевизионщики и другие масс-медиа освещают его не часто но это знак божьего служения да это так это знак который связан со страхом перед господом богом как он повлиял зрелище было незабываемым в ту минуту в нашей спальне стояла ощутимая атмосфера страха божия воздух был пронизан его полновесной славой это особое чудо мы ощутили божий страх не панически а трепет перед его святостью сид в те секунды я поняла святость это часть божьего характера и его благоволение стоп а теперь давайте рассмотрим эти очень важные слова имейте страх перед господом и старайтесь жить в святости и вот вы ощутили именно это что то еще было на том месте да сит я подумал что если сейчас я даже мизинцем двину не по воле божий или даже сделаю вдох не так как это угодно господу то меня разорвет на маленькие кусочки что и говорить я всей душой осознал что наши действия ведомы святому богу мы вспоминали о славе несколько месяцев мы начали беседу и мы с вами ощущаем ощущаем ее через это чудо бог очистил наши сердца что происходит когда дьявол подначивает вас согрешить что тогда я сразу чувствую божий зов и наставление джоди сейчас самое время остановиться прильни ко мне и к святости чудо повлияло на наши слова мы подолгу молчали не общались месяцами звучит смешно но порой бэн и я молчали весь вечер и мы проверяли отношения к ближним проверяли дал ли я ход нечестивым мыслям и словам в начале нового периода жизни мы основательно очищались повернитесь камере расскажите как слушаться бога потому что в течение передачи господь бог будет изливать свою великую славу и так я прошу вас объясните да христиане вы сопротивляетесь господу богу смиритесь перед ним и примите создателя примените мысли примите решение подчиняться своему искупителю и получите силу сделайте передышку и помолитесь господи приди и сделай все что ты хочешь мы не молимся богу ведь нам стыдно за грехи но иисус умер чтобы освободить нас от всякого греха когда евреи приносили и гнет для подношений то искали изъяны не на священники приносившим жертвы а она агнцам закалывали лишь чистых животных пятна искали только на животных иисус это агнец бога он без пятна и порока он сделал вас достойными его общение быть собой чтобы принять все готованное для вас богом нужно смириться представьте себе однажды гости телепередачи как обычную спали но вдруг их поднял на ноги табун и сотни шумных взмыленных и храпящих лошадей скачущие прямо по спальне бена и джоди ребята есть вопрос вы ночуете посреди большой фермы нет это случилось в пригороде пожалуйста не переключайтесь мы скоро вернемся это сверх естественно итак такое услышишь редко однажды а джоди находилась в гостиной вместе со своей дочерью неожиданно дверь начала медленно медленно открываться и что же вы тогда увидели я увидела темный демонический дух темный дух смерти этот демон стоял за дверью как он выглядел темнее мрака бесплотный и непроглядно черный что и говорить дочка и я почувствовали его а потом увидели потому что мы обе направлялись к той двери представляете мы увидели как демон тьмы открывал дверь потом нас окутала атмосфера страха и атмосфера смерти слава богу за освободителя иисуса христа слава господу богу ведь сразу после этого ощутимого и видимого страха мы увидели яркий белый ослепительный свет пробивавшийся сквозь боковую дверь и в этот момент тьма сразу рассеялась атмосфера поменялась и у нас появилась сила провозгласить приход света и уход тьмы вор приходит только украсть и убить а я пришел чтобы дать жизнь в избытке я почувствовала атмосферу страха в вене ее проклятий я ощутила страх перед смертью и перед ее поветриями и напастями бог разрушил это молитесь дорогие дамы и господа если вы находитесь в телестудии или перед экраном телевизора и вас мучают мрачные мысли страх преждевременной смерти то я разрушаю это демоническое влияние во имя господа иисуса христа провозглашаю иоанна десять десять пусть придет жизнь от господа бога вы будете жить отмеренное богом время во имя нашего господа иисуса христа пусть сила бога сойдет на вас во имя господа иисуса итак бен когда вы спали произошло новое чудо бен а что вы при этом услышали в своей комнате вы знаете в те непростые дни мне и джуди казалось что все ополчилось против нас ночью из окна спальни выходящего на проезжую часть я услышал топот и ржание лошадиного табуна скачущего мимо нашего дома в преграде итак я услышал топот лошадиных копыт и могу вам сказать это было как наяву постойте а вы слышали это да я слышала табун скакал навстречу нам ожидая нападения конница я вскочил с кровати но вдруг наступила тишина табун исчез и тут иисус сказал мне он повторил эти слова армия господа ополчается вокруг вас бен когда господь посетил вас и джуди послав к вам великого ангела то он передал вам некое послание а что он сказал и чем наделил вас иисус дал нам поручение изливать елей его силы среди народов а посланником создателя оказался ангел пробуждения он пришел с данным поручением и наша судьба изменилась теперь расскажите какой стих из библии господь открыл вам обоим захария пишет о ветвях источающих золотое масло через золотые трубочки через две золотые трубки течет масло на светильник на церковь благодаря чему в ней горит божий огонь масло поддерживает ее пламя все время бен и джуди в одно прекрасное время вы побывали в республике островов фиджи и услышали там необычайное пение о да итак я руководил прославлением в период пятнадцати вечеров пробуждения во время поклонения я играл на гитаре и пел и представляете сит я услышал необычное постороннее пение я посмотрел по сторонам поскольку кроме меня на сцене больше никого не было жители фиджи поют красиво но в тот момент мне открылось это было не их а ангельское пение сегодня я буквально уверен в этом только вы слышали его нет его слышал весь зал я сказал церковь здесь поют ангелы никто не пел и не говорил а лишь слушал вся тамошняя община навострила уши это было чудесно просто поразительно три ангела пели в унисон вместе со мной просто чудо божья слава и его сила сошли на зал драгоценный христос явил святость святой божий дух начал служить люди падали прихожане исцелялись это было славно и великолепно мощно ребята вы мне скажете почему это могущественное излияние духа окрестили ананасовым пробуждением оно началось в сооружении большой ананас недалеко от вумбая есть парк развлечений в центре которого 16-метровый ананас из стеклопластика это веселое строение известно всему нашему континенту поэтому и наше пробуждение мы стали называть именно так ананасовое опишите нам это пробуждение давай расскажи господь дает жажду люди пробуждаются для него она приходит жажда приходит бен и джоди когда всевышний излил масло святого духа вы начали распространять пробуждение о да когда отвечаешь на призыв бога он дает тебе веру принять огонь жизнь чатых юис богаты событиями дома бен и джоди переживают чудеса и благословения царства небес они поведают о том как создать возможности для познания бога и его характера и прихода благословения вы готовы к этому конечно я верю что готовы этот мир уже давно спорит о том что разделяет нас день за днем мы живем имея свою устоявшуюся точку зрения но писание говорит нам о том что мессия разрушил преграду разделяющую еврея и язычника вместе с тем создав одного нового человека это духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону бога каких мир еще не видел сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа божией любовь новое человечество откроет доступ богу чтобы двигаться в чудесах и знамени и тогда все убедятся в факте существования невидимого бога о котором говорится в писании на нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы которые помогут вам узнать насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с богом вы узнаете об израиле и еврейских корнях церкви заходите на наш сайт сегодня когда ты находишься в здании а на улице дождь ты не промокнешь в жизни бывает и по-другому ребята, расскажите как вы стояли в магазине и вам на голову полил дождь как-то раз я шел по магазину города Брисбен почувствовал как на лодыжку правой ноги капает вода она капала именно в магазине я очень сильно удивился проверил, нога не затекла все было в порядке и я спросил бог, почему это происходит именно сейчас вода стала капать на руку потом на голову я очень удивился этому сначала сюда, потом сюда друзья мои, дождь капал на меня но я ни разу не промок я не промокал до нитки вы ощущали дождь прямо там? в магазине, скажите? да? вы вдвоем сидели в автомобиле с закрытыми окнами и в крыше не было отверстий что это? знаете, Сид? случилось следующее в автомашине начался ливень а потом на Джоди и на меня хлынули потоки воды да, мы многое испытали ощутимый, но невидимый дождь а когда мы уезжали с парковочного места в автомашине на нас обрушился настоящий ливень я не преувеличиваю что это за символ? Господь дал откровение Илья сказал Ахаву иди, ешь и пей потому что вот он, шум ливня тот дождь не намочил нас Илья слышал о приходе дождя куда бы мы ни ехали Бог говорил нам о дожде его славы о ливне пробуждения и пролитии его грядущего духа духовные люди узнали об этом они всегда чувствительны к такому те, кто побывал на ваших богослужениях говорят, что и они ощущали дождь О да, многие подходили и свидетельствовали нам о том что на них сходил настоящий дождь а другие стояли под духовным ливнем люди видели молнии слышали гром слышали шум дождя и недавно мы служили в церкви и после отъезда они позвонили сообщив о звуке ливня который мы пророчествовали это звук звук пробуждения Сид, после богослужения тамошние ребята позвонили и сообщили что собравшиеся слышали шум ливня но когда вышли здание было абсолютно сухим вы вы сновидец Бог дал вам сны об излиянии его большей славы а что вам еще открылось в прошлом у меня было сновидение о грядущей цунами Божьей славы настоящее японское цунами это ужасное зрелище уж поверьте мне верно духовное цунами исполнено божественной мощи и обрушивается на народы подобно неистовому цунами Бог изливает славу и силу на нации несколько недель назад мы побывали в Новой Англии у меня было видение о трех дождях и так в моем видении Господь Бог говорит я давал дождь два раза и теперь пролью его что в третий раз я знала что речь шла о третьем пробуждении на наших берегах началось новое излияние духа молитесь давайте святой Бог Отец молюсь о сердце каждого человека Бог Отец я высвобождаю веру на излияние твоей дивной славы пусть изливается дождь возрождения и помазание прорыва наступило время божественной встречи и уже наступила пора духовной жажды святой Бог Отец настал момент излияния твоей славы мы как церковь разрушаем страх перед будущим который сатана внушает людям мы разрушаем его Бог Отец излей от духа своего прямо сейчас спасибо тебе спасибо тебе Иисус Бог спасибо что сейчас ты разрушаешь робость над членами тела Христова ты изгоняешь дух страха смелость это не дар не черта характера но это природа праведника ибо праведник смел как лев Бог дает вам смелость прямо сейчас как сказала сестра Джоди сейчас наступило время стать смелым и храбрым молитесь Бог спасибо за прорыв и мы провозглашаем изменения сложных обстоятельств спасибо за дух прорыва ведь ты Боже Господь прорыва ты приходишь как поток воды и я высвобождаю дух прорыва во всякое обстоятельство холмы тают подобно воску при виде Господа и мы отдаем свои холмы то есть проблемы Господу Богу спасибо наш Бог что они превращаются в равнины сейчас они исчезают в могучее имя Господа Иисуса прорыв слава Богу смотрите в следующем выпуске я видела воскресение мертвых исцеление короля и королевы выздоровление от опухолей секрет чудес заключен в славе Господа Бога смотрите передачу Сида Рота это сверхъестественно и я расскажу как жить в славе всемогущего Иисуса Христа и видеть чудеса каждый день поверьте и вам они доступны у божьего сверхъестественного нет границ теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно ISN онлайн сеть это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN миру не нужна еще одна христианская телесеть миру нужны программы которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно вы должны получить это ISN это записи наших программ доступные 24 часа в сутки 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов загрузите приложение бесплатно где угодно и когда угодно у Бога нет ограничений как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному у Божьего сверхъестественного нет границ теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно ISN онлайн сеть это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN миру не нужна еще одна христианская телесеть миру нужны программы которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно вы должны получить это ISN это записи наших программ доступные 24 часа в сутки 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов загрузите приложение бесплатно где угодно и когда угодно у Бога нет ограничений как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному один влиятельный еврей из сферы масс-медиа пытался безрезультатно заполнить пустоту в своей жизни при помощи денег и славы у него был личный самолет на котором он мог улететь куда хотел он был продюсером одной известной радиопрограммы но чувствовал себя пустым изнутри внезапно с ним произошло откровение полностью изменившее его жизнь хотите узнать что это было чтобы узнать чем закончилась эта история посетите наш сайт который вы видите на экране один влиятельный еврей из сферы масс-медиа пытался безрезультатно заполнить пустоту в своей жизни при помощи денег и славы у него был личный самолет на котором он мог улететь куда хотел он был продюсером одной известной радиопрограммы но чувствовал себя пустым изнутри внезапно с ним произошло откровение полностью изменившая его жизнь хотите узнать что это было чтобы узнать чем закончилась эта история посетите наш сайт который вы видите на экране